Доброго денечка, мои парфюмерные маньячки и их парфюмерные хомячки. Мой недавно очнулся от глубокой спячки, не успел открыть один глаз, как тут же захомячил пару новых ароматов. Но, в общем-то, надо сказать, что я тоже довольна, потому что потрясающие, конечно, совершенно запахи. Сейчас расскажу вам подробнее. Итак, первый аромат, это у нас продолжение такой линейки Арифлеймовской. Стали они выпускать какую-то такую линию. По сути, у нее нет никакого общего названия, я так понимаю. Она идет в очень скромных флаконах, прямоугольных, версии туалетной воды, 50 мл. Стоит без, скажем, у нас в каталогах, сейчас попытаюсь вспомнить, по-моему, 17 евро без скидки, но у меня была очень большая скидка, и где-то за 9 евро. За эту цену была готова взять, потому что это у нас новый аромат. Здесь написано белая лилия, но это белая сирень. Очевидно, слово сирень не существует в английском языке. Первый у нас аромат был вишня, такая легенькая-легенькая, приятненькая, очень нежная водичка, которая мне чем-то напомнила Шанель Шанс Тендре. Очаровательная, но выветривается буквально за 5 секунд, поэтому это, ну так, в общем, побаловаться. И, конечно, когда я увидела новый аромат и попробовала на страничке каталога Арифлейм, то была в полном восторге, потому что это настолько был естественный аромат сирени. Вот его довольно сложно как бы воспроизвести. Я знаю, что когда-то было у Зинтерса, и даже, по-моему, сейчас они выпускают туришскую сирень, но там такая ядреная сирень, честно говоря, что лишний раз ее не захочешь обонять. А это нежнейшая, естественнейшая сирень. Просто потрясающая. Вот сейчас я уже потестила сам аромат, и могу сказать, что более красивого на мне не попадалось. И так не так-то много этих ароматов сирени, таких моноароматов. Ну, просто прекрасный, невероятно. Конечно, мне уже там отписали девочки, когда я спрашивала, нет ли уже в российских каталогах этого аромата. Оказывается, он уже прошел. Это у нас он тут новиночкой вышел в Риге. Что он нестойкий. Ну, наверное, вот эта вся линейка будет достаточно нестойкая. Но, действительно, с ароматом сирени лучше не перебарщивать. Он и должен быть такой нежнейший, легчайший. Потому что все-таки, ну, он сам по себе, сирень настолько яркая и настолько она въедливая, я бы даже сказала, что не хотелось бы ее вот так все время сильно на себе ощущать. А если это некоторое время, а потом он куда-то улетучится, это даже хорошо. Сейчас сижу, вот вдыхаю, ну, просто божественно, очаровательно. То есть, кому нравится запах сирени, ищите этих консультантов Арифлейм и заказывайте, потому что невероятно красивейший аромат просто. Нравится, что они сейчас в таких простых всяких стали флакончиках. Это уже какое-то поветрие, мода такая. Следующий аромат тоже простая, прямоугольная бутылочка, ничего особенного. Даже нет как такового названия. Но это уже парфюм 50 мл. Название просто, вот, Пурелла номер два. И что же это такое? Была сегодня, нашла у нас в Риге, магазин Мультилюкс, так называемый. Я так понимаю, что он торгует различной российской продукцией. В том числе, там, кое-что из косметики купила. Ну, может быть, об этом расскажу отдельно. Цены, ну, я бы не сказала, что маленькие. Да, вот, почему я туда зашла, потому что было 50% скидки, то есть, ну, как бы хорошая скидочка, да. Но даже с этой скидкой, вот, например, вот это, эти духи стоили, сейчас секундочку, что-то порядка, мне кажется, 15, где-то так, евро. Если не 17, в общем, дорого. Что мы тут можем прочитать? Заинтриговала. Эксклюзив достойный вас. Значит, попытка создать селективный аромат. Я основатель и руководитель компании Тиана хочу подарить вам возможность войти, значит, в этот перевелегированный клуб селективных ароматов и представляю аромат Порелло 2, созданный лучшими французскими дизайнерами в культовой парфюмерной столице мира и легендарном городе Грасси. Необыкновенно женственный, изысканный, манящий аромат. Значит, состав фиалка, бергамот, это, очевидно, начальные ноты, французская лаванда, флорентийский ирис, ноты сердца и ноты базы, сандаловое дерево и кедр. Ну, хотя внизу состав написано спирта Тиловой динатурированной, 79%, парфюмерная композиция – вода. Вот так вот. Красиво, красиво преподнесено, такая интересная большая коробочка. Все сделано вот в лучших традициях, действительно, селективных ароматов. Уже нанесла на себя. Сейчас пытаюсь еще раз внюхаться. После сирени немножко тяжело воспринимается. Но вот бросается, хочется сказать, бросается в глаза, бросается в нюх. И вот именно ощущение каких-то травок. Травок какой-то, знаете, старинной аптеки, где вот висят вот эти под потолком. Но эта аптека даже не то, что старинная, она даже не из этого века. Какая-то лавка, наверное, такой маленькой ведьмочки, где висят эти травы, сушатся под потолком. И такой вот запах носится по помещению каких-то непонятных травок. Потому что есть вот это именно впечатление, именно какой-то травянистости непонятной, непонятной, но приятная она такая цветочная травянистость. Немножко из трех ароматов мне этот понравился больше всего. Потому что он более такой живой, более яркий. Вот именно больше напоминает какие-то травки. Хотя, как мы только что читали, здесь у нас и беркамот, и лаванда, и ирис. Ничего так четко у меня не выделяется из этого. Но общее ощущение именно достаточно яркого аромата, интересного, такого природного. Вот почему, наверное, попытались его отнести к селективам, что он близок к таким натуральным природным ароматам. Вот действительно сушеные травки, немножко там где-то даже, может быть, чуть-чуть проскакивает какая-то. И такая терпкая горчиночка легкая. Интересный аромат, надо его еще вот как бы разнюхивать. Цена, конечно, немножко убивает. Но я зашла туда после Дугласа, где я пыталась найти новиночку Марины Дебурбон новой. Очень красивый там флакон должен был быть. Мне уже было все равно, что за духи. Флакон божественный просто. Ну, их не было. Цены, конечно, там зашибись какие. Поэтому после этого уже вот эта Тиана пошла просто на ура. Вот. Может быть, даже потом посмотрю, пока еще есть эти скидочки, схожу, попробую два оставшихся аромата. Потому что все-таки что-то такое вот необычное, нетрадиционное однозначно. Это не духи, это именно травы. Вот это сразу как бы чувствуется и привлекает к себе внимание. В общем, замечательно. И что-то начали выпускать интересненько. Опять же, тот же простой флакончик. Ну, это как уже очевидно, как уже хороший вкус, когда не перегружен какими-то деталями флакон, а делается акцент, и вот все внимание сосредотачивается на самом аромате. Он должен быть вот действительно тоже, как в каких-то старинных аптеках стояли такие пузырьки в ряд различных, прямоугольные. Прямо вот эта картинка перед глазами, надписанная, с надписями, там где-то что-то такое интересное. В общем, замечательные ароматы, просто довольно невероятно. Сирень восхитительнейшая, натуральнейшая вообще, потрясающая. И этот тоже такой вот травки-травки различные, немножко цветочки, травки. Замечательный аромат. Так что, если кто еще не знаком, наверное, в России проще как бы найти эти магазины. И я думаю, что там цена будет дешевле однозначно, потому что у нас, так как привозят сюда и считают, что у нас тут такая богатая Европа, то и накрутка идет, конечно, очень большая. Так, наверное, мы с духами закончим. Продолжим, что там вообще есть за продукция в этом мультилюксе. Сейчас покажу остальные покупочки, но пускай это будет уже отдельное видео. Всего хорошего. Пока-пока.